Пожалуйста, представьтесь. Хорошо. Меня зовут Керри Линда. Я работаю адвокатом уже 34 года. Последние 10 лет исключительно в области семейного права. 98% моих клиентов – это отцы. Но самый сложный случай в практике был с матерью, где отец психологически настроил двух дочерей против нее. Моя философия – равное время у обоих родителей. В основном я помогаю детям. Мне нравится так думать. Проводить равное время, пусть не строго равное, с обоими родителями. В отличие от большинства, или даже, рискну сказать, всех адвокатов, я не работаю с определенными клиентами. Я не помогу родителю, который пытается ограничить доступ к ребенку другому родителю по причинам, которые я лично, по моим этическим критериям, считаю недостаточными. За эту позицию меня критикуют другие адвокаты. Считаю, что адвокат должен помогать любому пришедшему, у кого есть деньги на его услуги. Не мой подход. Я считаю, что большинство, или, снова рискну сказать, все адвокаты, работающие по семейному праву, в той или иной степени неэтично и лицемерно в своей работе с людьми. Наверное, долго говорю. Вы же делаете паузу. Ставлю еще кое-что. В моей практике была пауза, примерно два года, после которой я вернулся. В это время имел дело с разными мужскими организациями. Повел много времени, слушая, например, Роберта Блая и подобных ему. Потом, когда вернулся, решил плотно заняться семейным правом, хотя до того занимался корпоративным и коммерческим правом. Помню, что удивился двум вещам. Первое. В записи суда услышал такую фразу, как «основной родитель». И детей отдавали матери на том основании, что она была основным родителем. Я пошел в библиотеку провести исследование. Моим, да. Не занимался семейным правом. Надеялся, что найду прецедент, где будет определение, что такое основной родитель. Или эмпирическое правило, свидетельство, на основании которого можно назвать родителя основным. Потому что закон основан на свидетельствах. Я не только не нашел ничего осмысленного, но напротив, обнаружил замалчиваемый факт, что отцы настолько же важны для детей. И не существует свидетельств, что выросшие дети различаются, вырастил ли их так называемый основной или второй родитель. Вторая вещь, которую я быстро устроил. Помню одно дело в Ванкувере. Адвокат представлял интересы отца. Адвокат хотел отспорить больше времени, чем свидание через выходные. На том основании, что это полезно детям. Не помню, удалось ли ей добиться удовлетворения, но через полчаса у нее другой клиент. Мать, требующая ограничить время отца с детьми. И факт в том, что обе пары были, в общем, обычными людьми, пытающимися выжить в сумасшедшем мире. Но адвокат, ты либо веришь, что детям нужно было бы родителя, либо нет. Здесь не может быть компромисса. Увидительно, мы говорили об этом в прошлый раз. Что мотивировало вас так сфокусироваться на представлении интересов отцов? Как я уже говорил, я проработал адвокатом 20 лет. И последние 10 из них в корпоративном коммерческом праве. В основном это работа в суде. И все дела решаются на основе свидетелей и доказательств. Всегда должны обосновывать то, что утверждаете. Потом взял два года паузы, а потом увидел, куда можно сбежать из этой сферы. Многим адвокатов хочется сбежать, и я нашел возможность. Я занимался разной креативной работой на компьютере, делал рекламу, путешествовал, делал что-то для автобусов в Грейхаунд. Потом деньги кончились, пришлось вернуться. Но меж тем, я попал на несколько конференций, которые в основном устраивались для мужчин и, в числе прочего, для отцов. В это время у меня был собственный кризис среднего возраста, даже несколько. Когда я был на этих конференциях, в воркшопах и выездах на природу, как только люди узнавали, что я адвокат, сразу начинали задавать вопросы по семейному праву, думали, что я знаю ответы, но я не знал. Так что, когда я вернулся и думал, чем заняться дальше, мне показалось, что стоит заняться мужскими проблемами, с которыми я столкнулся и о которых много узнал. По этой теме я недостаточно в помощи, нет ничего. Если посмотрите желтые страницы в любом городе, найдете одну или несколько страниц организации, которые помогают женщинам, что замечательно. Возможно, найдете одно-два объявления для мужчин. По какой-то причине люди моего пола просто лишены доступа к помощи. Так вот, я вернулся, занялся проблемами мужчин, но на этом нельзя заработать. Так что начал работать конкретно с отцами. Довольно быстро я понял, что на самом деле помогать нужно не родителям, а детям. Я не могу выступать адвокатом ребенка, хотя была пара историй, когда работал именно на детей. Ребенок протил мне один доллар, и начинались официальные отношения, адвокат-клиент, мы работали над делом. Хотела об этом позже спросить, но раз коснулись, существует ли такая вещь, как индустрия развода? Существуют люди, которые выигрывают и зарабатывают на разводе и проблемах людей, как вы сказали, неэтично? Существует ли индустрия развода как таковая? Я бы так не сказал. Если что и есть, оно создается обстоятельствами жизни. Люди расходятся. Есть много экспертов, помощников, которые помогут вам разделить преимущества, если у вас его много. Но у большинства людей нет задачи разделить миллион долларов. Рабочему классу, с которым я в основном работаю, это не нужно. Так что не думаю, что есть индустрия развода. Но разводов много. Статистика, думаю, не отражает всей картины. Например, сколько людей живут в гражданском браке и потом разъезжаются? Им тоже приходится подавать документы в суд. Но сколько таких, кто просто разъезжаются без всякого суда? Сколько в итоге, неизвестно. Говорят, от 40 до 50% всех браков. Если бы меня попросили дать совет молодым людям или выступить перед выпускниками в школе, я бы сказал, если брак имеет 50% вероятности распада, сколько из вас инвестировали бы все ваши сбережения плюс заработок за следующие 10-20 лет, например, в ресторанный бизнес? Если бы знали, что ресторанный бизнес разоряется в половине случаев. Думаю, никто бы не поднял руку. Но любовь или сила сердца заставляет попадать в такие ситуации, и мы просто скрещиваем пальцы. То есть вы посоветовали бы не ввязываться в это дело? Нет, не посоветовал бы. Я циник здесь, но полный оптимист здесь. Не думаю, что иначе смог бы выжить не только в бизнесе, но и вообще в жизни. Один из французских носов сказал, сердце знает то, о чем ничего не знает разум. Он Кассирия сказал, но смысл примерно такой. У сердца есть три зоны, о которых разум не знает. Вы говорили о недостатке информации для отцов по семейным вопросам. Существует ли предвзятость в законодательной системе против отцов? И если существует, то где конкретно? Я не имел в виду, что для разводящихся мужчин нет информации. Она была и есть. Чего нет, это группы поддержки, например. Нет. Нет убежищ для мужчин, пострадавших от насилия в семье. Только-только начинается финансирование по проблемам борьбы с раком простаты. Хотя проблемы рака груди получают бюджетные финансирования по ним давно. Нет групп психологической поддержки для мужчин. Что касается предвзятости в законе между полами, это одна из других вещей, по которой я могу однозначно и категорически сказать «да». Удивительно, что некоторые адвокаты и руководители объединения адвокатов не любят слышать об этом, что предвзятость в суде есть. Вы можете спросить любого человека, прошедшего через семейный суд. Так просто. Докладательные документы, они нейтральны по отношению к полу. И в некоторых даже говорится, что детям стоит проводить время порвано между родителями. Предвзятость в том, как взращиваются и воспитываются те люди, которые применяют эти законы. Особенно психологи, работающие в судах. Одна из худших тормозящих вещей в системе – это психологи, которых призывает суд для выдачи заключения о доступе к детям. Они несут в себе самые старые установки. Они совершенно не обновляют их через своих более знающих и квалифицированных коллег. И, конечно, судьи. Я обычно привожу такую аналогию адвокатам, и они соглашаются, что я прав. В суде существует такой процесс. Супруг, обычная мать, может пойти и потребовать семейный дом себе. Семья распадается, у семьи есть дом, суд решает выкинуть отца из дома. Он идет жить в брату в подвал или в гостиницу по кредитке. Мать и дети остаются в доме, пока не будет какого-то решения или продажи дома. Если бы у нас было абсолютное и полное равноправие полов, если у вас есть два работающих родителя, двое детей 6-7 лет, родители растили их вместе, никакой разницы между родителями нет. Скажем, каждый день в стране в суд с такой проблемой приходит сто пар, двести человек, и все просят дом себе. Если бы равноправие было, примерно в половине случаев дом переходил бы мужчине, в половине женщины, примерно поровну. Но, когда судья подходит к финальному решению, при прочих равных дом переходит к матери. Всегда. Так что шансы отца остаться дома с детьми, а матери в съемной квартире или у сестры практически нулевые. Такая незаметная штука, которая всегда достается женщине. Почему? Может быть из-за нашего отношения к матерям, может что-то в обществе, исследования показывают, что женщинам верят больше, чем мужчинам. И удивительно, когда женщина подтверждает, что врала, ей не верят. Взятость... И я не говорю, хорошо это или плохо. Я не выношу суждения. Кто знает, может быть, на это есть какая-то эволюционная причина, и это хорошо в долгосрочной перспективе. Я сомневаюсь, но может быть. Я только указываю на факт. И если вы встанете и скажете, это плохо, у вас будут проблемы. Но я делал так иногда. Меня вызывали на ковер Ассоциацию адвоката в Британской Колумбии. Просто за то, что я говорил, да, у судей есть предвзятость. Главное, 6-7 лет назад они истратили кучу денег на королевскую комиссию по половому неравенству в суде. Невозможно организовать комиссию по вопросу, а потом сказать, что ничего такого нет. Потом прихожу я и говорю, к отцам хуже относятся, а этого говорить нельзя. Я собирался об этом спросить. Вы говорите про доклад, который назывался «Ради детей»? Нет, то было парламентское исследование. Тот отчет заказал группу парламентарьев и сенаторов. Что случилось с докладом «Ради детей»? Тут нужно понимать предыдущие вопроса. Когда Рок был министром юстиции, он внедрил руководство по алиментам. Одно из самых печальных вещей в законе. Они пытались... Откачусь чуть назад. Другой вопрос. Федеральное руководство по алиментам содержит и добро, и зло. Добро в том, что когда есть работающий родитель со стабильной, постоянной работой. Можно посмотреть на доход и определить, сколько он должен платить, если дети больше находятся у другого родителя. Обычно, конечно, платит отец. Сейчас кто-то вставляет, но это же и к женщинам относится. Кто-то сказал про американскую демократию. Даже богатые могут спать под мостом, но не спят. Так что, в основном, мы говорим про мужчин. Так вот, добро в том, что есть точное руководство. А зло в том, что как только ордер сделан, в провинциях с ним работают специальные органы по уплате. Если доход уменьшился, или вы потеряли работу, то у вас нет денег на адвоката, чтобы поменять сумму в суде. И эти люди будут вас хватать и хватать. Они берут у вас машину, наличные права, загранпаспорт. Могут довести до банкротства и тюрьмы. Просто потому, что у вас нет денег на адвоката. И будут клевать. Это зло в руководстве. Должен быть механизм внутри. Если зарплаты или обстоятельства меняются, например, человек внезапно мог стать безработным, этого должно быть достаточно для остановки выплат. Но нет, нужны деньги, нужно пойти заплатить адвокату, пойти в суд, потратить время. Это убивает людей. Буквально. Мужчины кончают с собой из-за ордера судьи. Невозможно поверить. Можно стоять в суде, дать судье налоговый отчет и финансовые документы, из чего видно, что у человека нет таких денег, которые от него требуют. А судья говорит, да, жить трудно, платить как хотите. Но с женщинами так не делают. Никогда. Есть женщины, которые платят алименты, не то чтобы их совсем нет. Но никогда не слышал, чтобы женщина покончила с собой из-за алиментов. Мужчины кончают. Можем вернуться к докладу «Рать детей»? Расскажите в самых общих чертах, что обнаружено в результате исследования? И что случилось? Рать детей, к сожалению, было уже довольно давно. В общем, отчет говорит о том, что законодательству судьям и обществу следует защищать права детей на воспитание обоими родителями. Должно быть соответствие. Если ты платишь деньги, то не нужно волноваться, что не сможешь и детей. Это должно исполняться. Опять же, не всегда, но в основном матери препятствуют и саботируют отношения между детьми и отцами. Это должно истребоваться так же, как истребуют алименты. На стадии комитета собирались предложить ввести совместное родительство, равное по времени. Ну, конечно, где позволяет география. Если живете слишком далеко друг от друга, то удача. Но это не включили в документы и использовали всякие иносказания. Не упоминали слово «доступ». Конечно, доклад попал на полку. Но какой-то эффект был. Тень доклада. Китайская пословица. «Хорошая лошадь бежит от тени хвоста». Такой эффект тени был. Факты были озвучены, некоторые адвокаты и люди из правительства говорили об этом. Судьи, думаю, немножко подвинулись, но ям недостаточно. Другая тема, удивительная для меня. Если просто встречаетесь с закладателями, федеральными или местными, обедаете с ними в приватной обстановке, они полностью вас поддержат, что дети должны быть поровну с родителями. И что да, это должно быть внесено в закон. Но они боятся потери огромного блока женщин-избирателей, которые их прогонят. Этого блока не существует. Они стали жертвой мифа, что женское движение правит миром. Подавляющее большинство женщин поддерживают равенство родителей. На самом деле самые рьяные сторонники, и вам стоит найти их и поговорить, это бабушки, матери, жены, дочери. Я получаю много первичных звонков от женщин, которые говорят, поговорите с моим сыном, или поговорите с моим мужем, с моим братом. Его бывшие делают то-то и то-то, и он не знает, можно ли сделать то-то, или его оскорбляли, или еще что. Я не поддерживаю стереотипа женщин, что они всегда противники равенства. В некотором смысле, по тем же причинам, что у женщин больше групп поддержки, чем у мужчин. Женщины, возможно, продвинули равное родительство дальше, чем все так называемые движения за права отцов, которые светятся в газетах. Тогда кто все тормозит? Антагонисты – это миф? Или есть конкретные люди в системе, на федеральном уровне? Что тормозит? Это главный вопрос. Почему нет перемен? Ирония в том, что судьи продвинулись в этой теме радикально на десять лет. Законодатели не сдвинулись на дюйм. Как уже сказал, единственное, на что могу указать – они боятся потерять голоса. Потому что были времена, если я вернулся в великие 60-е, когда я был в университете, удивительное время, когда началось женское движение. Все было отлично, у нее была полная поддержка. Что ж только можно представить. А тем 70-е и 80-е движение было перехвачено феминистками, которых мы называем «феминистки жертвы». То есть не женское движение, а феминистки жертвы. Законодатели думали, что есть огромный блок голосов, который они не хотели ущемлять. И по некоторым вопросам такие блоки были. И должны были быть. Но что сегодня держит – не знаю. Возможно, просто приоритет на другом, но поправить было бы так просто. Хочу прояснить кое-что. Когда я говорю «феминистки жертвы» или «гендерные феминистки» в противовес феминистскому взравноправию, женщинам, которые хотят равенства, противовес тем, кто хочет прав. Отличить очень просто. Когда читаете или слышите некое предложение от таких женщин или мужчин, которые их поддерживают, если в предложении вместо слова «мужчина» поставить слово «черный» или «еврей», и получится российская фраза, за которую может наступить ответственность по закону, то перед вами «феминистка жертва» или «гендерная феминистка». Можете рассказать, что вы рекомендуете поменять? Начнем с того, что у вас есть рекомендуемые поправки. Да. Нужно очень легко поправить федеральные и провинциальные законы. Нужно просто добавить в части, которые относятся к разделу детей и родительскому расписанию, добавить фразу, что должна быть оспариваемая презумпция равного родительства. Можете потом вывезти. Раньше так было с собственностью, больше 20 лет назад. Если собственность была на мужа, и после 30-40 лет брака происходит развод, жене приходилось нанять адвоката, потратить много денег, пойти в суд, потратить время там, чтобы доказать право на половину собственности. И именно так происходит сейчас с детьми. Мужчины, отцы, нанимают адвокатов, идут в суд, тратят там время, чтобы доказать, что у их детей есть право проводить половину времени с ними. Мы поправили вопрос с собственностью. Существенно. Мы упростили все, сказав, что у нас оспариваемая презумпция. Как только вы поженились, есть презумпция, что ваша собственность общая в равной степени. Презумпция может быть оспорена. Если вы были женаты один год, один супруг принес миллион долларов, другому возможно доставиться 50 тысяч. По закону, после 7-8 лет, уж точно после 10 лет, все пополам, независимо ни от чего. Кто-то приходит ко мне, садится, говорит, что была жена 12 лет, хочет, чтобы жене ничего не осталось, я говорю, она получает половину. Да? Да. Следующий вопрос. И все. Если бы суд решал так и с детьми, все было бы проще. Всегда будут люди обоих полов с личностными отклонениями, кто потащит вас в суд в любом случае. Так что у людей, вроде меня, всегда будет работа. Но если есть оспариваемая презумпция равного родительского времени, то доказывание падает на того родителя, который не согласен на равенство. Сейчас доказывается на том, кто хочет равенство. Но если нужно доказывать, почему равенство не должно быть, это намного сложнее. И, конечно, нужно изложить в законе вещи, которые судья не должен учитывать. Например, нельзя учитывать заявление, и опять, это обычно матери, иногда от сына, но в основном матери, говорят, что вот, когда Джонни вернулся от отца, он плакал. В отсутствие независимого свидетельства, того, о чем это говорит, заключение доктора или еще чего, но нельзя просто опираться на женщину, только потому, что она сообщает о проблемах, или ночных кошмарах у ребенка. Потому что я видел, такое бывает, в законе сказано, интересы ребенка превыше всего. И это не лучшее решение на самом деле. Можно посмотреть и сказать, в интересах ребенка то-то и то-то. Но это игнорирует, что хорошо для родителей, что хорошо для семьи. Но это отложено пока. Я видел судей, которые говорили, что в интересах ребенка проводить как можно больше времени с своими родителями. Я видел судей, которые говорили, что в интересах ребенка жить с мамой и видеться с папой раз в неделю. Такие фразы, как «в интересах ребенка» нельзя оставлять просто так. Нужно объяснить суду, чего они не могут делать. Вторая вещь, которую хорошо было бы вести, чтобы судья был обязан объяснять, почему он решил так, а не иначе, и основываясь на каких свидетельствах. Потому что сейчас идешь в суд и слышишь, «Я заслушал все свидетельства ребенка матери у отца через выходной. Следующая пара». Ну и как это оспаривать? Как работать с этим? Как объяснить клиенту, почему он проиграл? Я говорю, «Не знаю». Если хватает смелости, можно встать и спросить, «Простите, Ваша честь, почему Вы так решили?». Это не круто. Но я так делал иногда. Но они говорят, мол, время есть, можете оспорить решение. Хорошо, опять же, либо мы серьезно работаем для детей, либо нет. Давайте снова начнем с того, какие у Вас есть рекомендации, и потом продолжим. Я написал черновик поправок, если можно так сказать, и разместил на своем сайте. Я зачитаю полностью. Это будет законная поправка в семейный свод. Это статут Британской Колумбии. Аналоги есть в каждой провинции. И то же самое в закон о разводе. Я начинаю с фразы, что в статут Британской Колумбии на вторую часть раздела о детях добавляется следующее. Устанавливается оспариваемая презумпция совместного родительства. Точка. Любое решение суда, оспаривающее презумпцию, должно содержать причины оспаривания и доказательства в поддержку причин. А в разделе 1 будет добавлено определение, что такое совместное родительство. Совместное родительство означает, что дети раздельно живущих родителей проводят равное время с обоими родителями. Следующие факторы не могут приниматься судом как причины оспаривания. А. Отсутствие коммуникации между родителями. А. Обвинение в стрессе у ребенка без доказательств от доктора или лицензированного психолога. А. Обвинение в плохом обращении с ребенком без соответствующих доказательств. А. Г. Поведение родителей по отношению друг к другу в прошлом или настоящем. А. Кто является основным родителем? А. И то же самое в закон о разводе. А. Я вернусь к своему списку и прочим вещам. А. Исследования в Швеции. С этого начнем. А. Так много исследований, почему… Давайте откатимся назад. История родительства такова. В Англии до середины 19 века дети были собственностью отца. Как стол барона. Развода не существовало. Мать просто исчезала. У нее не было никаких прав, потому что дети были движимым имуществом. Это поменялось, как и должно было бы. Потом начался 20 век, и к середине маятник очнулся в другую сторону. Дети почти стали движимым имуществом матери, а у отцов прав и стало. Затем в 60-е, 70-е, 80-е развод постепенно стал частью культуры. Люди начали думать «А как лучше ребенку?». Презумпция была в том, что мы все знали, почему важна мать. Да, очевидно. Никто об этом не думал. Не защищал диссертацию на тему «Почему матери важны для детей». Но вот что началось в 70-е и 80-е. Люди стали защищать диссертации на тему «Почему отцы важны». Когда я пришел в эту игру 10 лет назад, мне стали попадаться разные исследования на тему того, что отцы дают детям. Но исследований о матерях не было. Никто не думал, что такие исследования нужны. Почему мы просто не могли сказать «Важны оба» и все. Адвокаты остались бы без работы. Но мы не настолько умны. Так что исследований много. Одно из самых поразительных – шведское исследование – тысяч и тысяч людей. Они сравнивали детей по 25-28 социологическим параметрам. У каких детей лучше? В обычной семье? Одинокий отец? Одинокая мать? Разница в 2-3% уже существенна при большом количестве. Самая большая разница, какую обнаружили – отцы дают детям эмпатию. На 10-15% больше матерей. Это удивительная вещь. Можно подумать, что мы материнство эмпатично. Можно только догадываться, почему так. Это просто статистика, всегда есть исключение. Но материнство защищает, а отцовство направлено в мир. Аналогия. Ребенок говорит «Я хочу влезть на дерево». Мать говорит «Нет, нет, нет». Отец говорит «Я буду стоять внизу и поймаю, если что». То есть отцы помогают детям во внешнем мире. Матери защищают внутри. Возможно, именно в процессе выхода в мир отцы обучают детей, где проходят границы между тобой и твоим другом, Гарри. Нет, это его игрушка. Если он ударился, помоги подняться. Что-то в этом роде. Если вернуться к исследованию. Можно попросить вас поправить пиджак? Так вот, шведское исследование выяснило, что самые высокие результаты были у детей отцов-одиночек. Без исключения. Это на самом деле не удивительно. Но если вы говорите, что самые главные интересы ребенка, а свидетельства говорят, что ребенку лучше всего, если он растет с отцом-одиночкой, следующее по шкале идет обычная семья. Худший вариант – мать-одиночка. Есть очевидные причины, почему это так. Первое – отцы, которые стремятся, и у них получается получить детей. Это не обычные отцы. Во-первых, нужны финансовые ресурсы, чтобы этого добиться. Нужно иметь необыкновенно сильное желание добиться. Так что в них уже есть нечто, что сделает их хорошими отцами. Второе – есть нечестный перевес против матерей, которые просто оказываются с детьми. У них нет финансов, чтобы делать что-то. Хотели бы, чтобы отец участвовал в жизни ребенка. Но, опять же, ирония, как я сказал, если самое главное – это что лучше детям, то отцы-одиночки – лучше. Вы еще одну историю добавите. Несколько лет назад в Ванкурсской Галите была первая полоса двух женщин, живших, кажется, в Мэйпл Ридж. Они организовывались, чтобы заставить отцов своих детей больше участвовать в их жизни. Я встречался с ними и думал подать в суд на некоторых из отцов на ущерб в один доллар. Потому что, думаю, можно доказать, что недостаток отца в жизни ребенка – статистически все это знают – у ребенка намного больше вероятность совершить правонарушение, не суметь устроить нормальный брак, не получить образование, не удержаться на работе. Тюрьмы полны. Главный общий признак всех заключенных – плохие отношения с отцом или отсутствие отношений с отцом. Это объединяет их всех. Но тем женщинам это не очень понравилось, и я решил не заниматься судом. Если есть способ гарантировать, что отец никогда не захочет видеться с ребенком, это подать на него в суд за это. Мы говорили об Эдварде Круке. Он говорил, что есть предупреждения в целом о разведенных и разъехавшихся родителях. И к гражданскому браку это тоже относится. Если люди женаты, то суд может вмешаться только при очень серьезных обвинениях в насилии. Тогда суд изымит детей. Я вас понял. Есть интересный феномен. В полной семье, в браке, могут быть огромные проблемы. Но государство не считает правильным вмешиваться. В полной семье возможно, что родители скажут – к черту университет, я знаю, что ты хочешь учиться на недавний центр. Есть опека и социальные работники, которые заберут ребенка в случае физического риска, но не сделают ничего в случае эмоционального риска. Физический вред часто гораздо менее подложительный, чем эмоциональный. Родитель может разозлиться и нечаянно сломать ребенку руку. Такого не должно быть. Хорошо. Рука заживает, жизнь продолжается. Но родитель, который постоянно унижает ребенка или отчуждает другого родителя год за годом – такой ребенок может никогда этого не преодолеть. Посмотрим на разъехавшихся родителей. Вы разъехались. Вдруг закон говорит – ты обязан платить за образование ребенка. Мы не были обязаны в браке, но закон теперь говорит – ты на крючке. Если ребенок захочет стать кандидатом пяти наук – ты банкрот, знаете. Соцработники вмешаются и отдадут ребенка другому родителю, если первый сделал что-то не очень хорошее, чего не стоило делать, но является ерундой по сравнению с тем, что иногда происходит в полных семьях. Так что есть такая особенность. Как только вы расходитесь с супругой, на вас действуют другие правила. Очень интересно. Можете дать более короткое описание без углублений? Хорошо. Одно из последствий развода – для человека меняются правила. В браке вы не обязаны платить за школу. Можете обращаться с детьми как угодно, пока не ломаете руки и не вмешивается опека. После развода – вы вдруг обязаны платить, если ребенок хочет пойти в университет. Если вы посмеете пальцем пошевелить против, другой родитель получит ребенка. Можно еще раз быстро о долгосрочности эмоционального вреда? Хорошо. Одна из самых больших проблем в стране, по-моему, – это органы опеки и социальные работники. Они мгновенно появляются и забирают ребенка, если есть обвинение в физическом насилии, но не сделают ничего, если есть абсолютно достоверное подтверждение продолжающегося эмоционального насилия. Эмоциональное насилие может продолжаться намного дольше и иметь гораздо худшие последствия на взрослую жизнь, чем физическое. Никогда не встречал взрослого человека, который бы сказал – моя жизнь испорчена, потому что папа сломал мне руку в 6 лет. Их жизнь испорчена от того, что родители делают что-то годы, год за годом. Можно уточнить кое-что? Родители обязаны платить даже после того, как ребенку исполнится 18? Да, абсолютно. Не по желанию. Закон говорит, что не только родитель. В Британской Колумбии любой человек – приемный отец или друг матери, который живет с ней больше двух лет, после развода обязан финансово содержать ребенка. Ребенок означает и 18, и 20, и 21, и 22 в университете. Обязательства продолжаются. А если ребенок инвалид, то обязательства пожизненные. Такой закон. Может, поспорить, что такой обязанности быть не должно? Может, молодым людям самим нужно о себе заботиться? Работать летом или богатеть на интернет-компаниях? Кто знает. Какие случаи доходят до суда и почему? По-моему, на это есть очень простой ответ. Отновляющая часть мужчин, которые входят в эту дверь, прошли через семейную терапию – не помогло. Прошли через медиаторов – не помогло. Прошли через совместные права – не помогло. Когда я начинаю с ними работать, через 5-10 минут выслушивания я спрашиваю – пережила ли ваша жена в детстве физическое либо эмоциональное насилие, была брошена либо чувствует себя покинутой? Я работаю с отцом. Мы видим, что у матери личностное расстройство. Как пример, возьмем пограничное расстройство. Пограничное расстройство чаще бывает у женщин, чем у мужчин по какой-то причине. Примерно у 2-3% всех женщин. Но из-за того, что по своей природе оно параноидально, нерационально, непримиримо, после развода эти 2-3% попадают наверх пирамиды. Остаются, когда все остальные уже смогли договориться. Так что к моменту, когда некто прошел через все это и попал к адвокату по правам отцов, если можно меня так назвать, вероятность того, что у него жена с пограничным расстройством намного выше. И также можно объяснить другие расстройства личности. Так что в моей практике, почему моим клиентам приходится идти в суд? Потому что они в свое время влюбились в женщин с трагическими пробелами в психике. И ситуации можно только посочувствовать. В их эмоциях есть темные пятна, которые они заполняют детьми. Дети становятся их эмоциональной поддержкой, тогда как должно быть наоборот. Один судья на самом первом своем суде сказал такой женщине, «Мадам, ваши дети – это ваши эмоциональные костыли. Ребенок не должен нести такой груз». Итак, это большая часть проблем, которые я вижу. Мне интересно, какой могла бы быть аналогичная критика… Нет, не критика, не хочу выносить суждение. Каков мог бы быть аналогичный анализ отцов с такими проблемами? Я вижу такое время от времени, но это не то же самое. Отцы не могут отпустить проблему. Например, они никогда-никогда не простят измену. Не знаю почему. У меня было много клиентов христианских фундаменталистов. Их вера была настолько попрана, что они не могут отпустить, и это заставляет их не идти на компромисс, даже когда следовало бы, или не понимают, что есть большой риск. Не знаю, куда вы вставите это в фильме, но иногда, когда клиент спрашивает, каковы его шансы, я достаю свои игральные кости и бросаю. Что у нас? Два вольта. Не очень хорошо. Вот так. Можно я продолжу? Что больше всего расстраивает? В судебном процессе есть разные фазы, когда нужно появляться перед судьей, но это не суд. Они пытаются решить это. Они пытаются призвать в отношениях, медиировать, в общем, хотят избавиться. Судьи чувствуют, что нужно размазать вину на обоих, и думают, что оба виноваты в том, что находятся здесь. Наверное, такое бывает. Но не в моей работе. Если я работаю, значит, противная сторона полностью отказывается договариваться. И когда мой клиент так себя ведет, я бросаю работу с ним. За последние десять лет у меня было несколько таких. Мужчины были настолько обозлены на случившееся, что я говорил, не буду помогать вам сейчас, иначе получится еще хуже, чем есть. Занимайтесь год с хорошим психотерапевтом. Потом вернетесь и станете намного лучшим отцом, чем сейчас. Кто-то возвращался. Я говорю, у вас знакомое лицо. А он – да, вы меня выгнали год назад. Можете описать психосоциальный путь, который проходит мужчина при этом? Психолог-юнгьянец Джеймс Хиллман написал книгу «Испытания среднего возраста». Я впечатлился и взял из нее цитату, и висит на моем сайте. Надеюсь, не сильно перевру. Он говорит примерно следующее. Когда мы взрослеем, то заключаем договор со Вселенной. Мы говорим Вселенной. Я буду хорошим человеком. Я буду жить так, как мне указывает супер-эго или, если хотите, общество или культура – родители, школа, церковь и т.д. Пока я выполняю свою часть, в моей жизни все будет хорошо. Среди прочего, вы женитесь на соседской девушке или на больничице, неважно. И как точно написал Уоррен Фаррелл, юноша видит себя таким ковбоем, в котором его видит девушка, девушка такая раскрасавица, юноша на белом коне, девушка – дама. И все сбывается, когда они женятся, и предполагается, что вы будете жить в этом иллюзорном мире. А потом что-то происходит. И это происходит со всем в том или ином виде. Это может быть потеря работы, потеря любимого человека или брака и т.д. Но подходит средний возраст, и вдруг ваш брак, или, как он говорит, брачная ладья, разбивается о скалу. И разваливается не только брак. Именно поэтому развод – такой тяжелый удар. Вы не только потеряли женщину, которую любили, и рискуете потерять детей. Это ударяет по работе, по семье, по отношениям с друзьями, по физическому здоровью, психическому здоровью. Кономенально. И вдруг этот контракт со Вселенной, если я буду хорошо себя вести, то все у меня будет хорошо. Обычно это совместная вина, но бывает, что мужчина делал все, что мог, или женщина делала все, что могла. Бывает, что мужчина все испортил. Часто бывает, что второго родителя не в чем обвинить, если тут можно использовать слово «вина», а его лучше не использовать, потому что от этого бывают огромные проблемы. Хотя, давайте вставлю еще кое-что. Когда в Канаде и других странах закон поменяли так, что развод стал возможен безо всякой причины или вины, многие люди подумали, что должны быть преимущественные права на детей, если совместное родительство невозможно. Если дети должны по большей части быть с одним родителем, то есть мнение, что нужно учитывать, по чьей вине развалился брак. Многие отцы говорят, я не понимаю, почему я отдаю детей, это же она хочет уйти, а я хочу остаться. В США было интересное исследование женщин-экономистов. Почему подавляющая часть ибцов, то есть тех, кто подает заявление в суд, это женщины? Там рассматривался в основном финансовый аспект, но по общему мнению, чаще всего именно женщины уходят. Может быть, у них есть на это полное право. Может быть, у них множество серьезных причин уйти давным-давно, не знаю. Но это происходит именно так. Самые трудные ситуации, в которые я попадаю, когда приходит мужчина по национальности перс или из Южной Азии, где был брак по договоренности, а потом пара переехала под Ванкувер. Они приходят, выглядят по деловому, уверенно, просто говорят, что им нужно, и вы должны им это дать. Я говорю, чем могу помочь? Они говорят, сделайте так, чтобы жена не ушла. Что вы имеете в виду? Но она решила, что хочет уйти. А происходит вот что. Женщина приезжает сюда, смотрит, ух ты, мир оказывается совсем другой, чем в той деревушке в Северной Индии или Патистане. У меня тут есть друзья, и я не обязан жить под этой диктатурой. А причина всех бед – это отец мужа. Эти мужчины приходят ко мне ошарашенными. Они очень любят своих женщин по-своему. Они просто не могут поверить, что у женщин есть такая свобода – просто уйти. Им очень трудно это принять. Давайте вернемся к мысли, когда у мужчины разваливается контракт со Вселенной, его путь, его реакция. Когда эти мужчины – отцы, я говорю отцы, поскольку есть огромная разница между парами с детьми и без детей. Дети – это сегодня самый ценный товар в мире – и социально, и международно, и на личном уровне. Когда мир у мужчин разваливается, а особенно если мужчина чувствует, что мать намерена препятствовать его отношениям с детьми, это вызывает огромные эмоциональные проблемы. Я всегда слежу, чтобы мои клиенты посещали врачей, потому что в депрессию можно свалиться, не заметив. Эффект оказывается огромный. Они ввязнут в этом. Не могут отпустить. Инстинкт подталкивает к ответной ругани. Моя работа – на 80% психологии, на 20% юриспруденции. Я всегда помогаю использовать трюки дзен, помогаю понять, что нужно отпускать. Какая разница, если она думает, что выиграла. Лучший пример. Когда я открылся 10 лет назад, пришел мужчина, по виду как бомж, в каком-то смысле такой было. У него был восточноевропейский акцент, неряшливый, нищий. Он хотел уйти от жены, забрать сына и не оставить геницента. Мы поговорили об этом. Минут через 20 я вдруг догадался спросить. Он сказал – я не могу спать. У меня язва. Доктор посадил меня на таблетки. Я постоянно болен. Я говорю – а чем вы занимаетесь? Сколько у вас денег? Он мультимиллионер. У него два рыбацких судна здесь, на острове, в Ванкувере. Он приехал из Европы 20 лет назад, заработал в состоянии около 3 миллионов. Наконец я ему сказал – если я помогу вам выбраться из этой ситуации, и у вас останется полтора миллиона, язва вылечится, здоровье вернется, сон наладится. Вы согласны? Он говорит – абсолютно. Нужно отдать жене полтора миллиона. Нет, никогда-никогда. Он был так плотно связан с этим. Я подумал было сказать, что ему нужно надолго записаться к психотерапевту, чтобы отпустить ситуацию. Другая история. Пришел мужчина в старом европейском костюме, поношенном, как будто с кастинга кино. У него был небольшой, старый, года тридцатого портфель. Он сел, положил его на колени. Сказал, что хочет опротестовать решение суда. Ему лет 60-70. Жена получила все – хрусталь, серебро, дом, все. Хорошо. Потом меня осенило. Он упомянул детей. Дети? Когда это случилось? Он говорит – 17 лет назад. Все бумаги у меня здесь, в портфеле. Я положил его на стол. Я спросил – где вы живете? В Южном Бёрдове. У вас есть двор за домом? Да. Возможно разводить огонь? Да. Идите домой, разводите огонь, возьмите этот портфель и бросьте его в огонь. Как только я это сказал, он схватил портфель, прижал к груди. Никогда. Он был женат на своем несчастье. Это просто примеры. Большинство мужчин это есть в той или иной мере. Им нужно помочь отпустить это, отсоединиться, отключиться. А самое главное и самое трудное – умные понимают это – осознать, что это уникальная возможность в жизни – понять, кто ты есть, прорасти сквозь это, стать совершенно новым человеком и намного лучшим отцом своим детям, чем бы ты был, если бы остался там, где был. Другими словами, вместо того, чтобы идти сюда, по женщинам, на алкоголю… Можно пару примеров про развитие ситуации? Когда мне удавалось поддерживать контакт с клиентом несколько лет после суда, хорошая новость в том, что они действительно выживают. Финансовые проблемы преодолевают, и у них насыщенные отношения с детьми, но не у всех. На личностном уровне они намного мудрее, и сами это знают. Их друзья, и особенно родители, говорят, «Я знаю, через что вы его провели, но он намного счастливее, чем был». Это связано с очень простой задачей – научиться отстраняться и не отвечать заученными эмоциями. Это не по теме, но одна из моих задач с клиентами – понять, на какие кнопки нажимают их бывшие, чтобы они реагировали нужным бывшим образом. Я говорю, идите домой, возьмите сестру или подругу, разыграйте по ролям. Пусть женщина на вас нападает, обвиняет, как делала жена, пока не будет, как с гусей вода. Есть много техник научиться. Мы будем родителями наших детей до смерти. Эти отношения навсегда, и остановимся на этом. Остальное, кому какая разница, что она думает, что она делает. Если она думает, что выигрывает битву – хорошо, меня это не касается. Я все еще не ответил, правильно? Можете привести примеры, как клиенты становятся лучшими отцами? Хорошо. Один из интересных феноменов развода – большинство отцов говорят, что поскольку в браке они в основном зарабатывали деньги, или оба родителя работали, их время с детьми было рутиной. После развода оказывается, что хоть времени проводится меньше, качество общения с детьми намного выше. Это очень частый комментарий от мужчин, и со временем они действительно становятся лучшими отцами, думаю. Существенная часть здесь – научиться уважать важность матери в жизни ребенка. Нужно не только развестись юридически, нужно психологически развестись с враждой. Никогда не говорить детям негатива о матери. Когда дети находятся в конфликте доверия, живут с матерью ругающей отца, отец ругает мать, они это ненавидят. Так что я сразу учу мужчин ценить вот что. Если вы не говорите ничего о матери, не задаете ни одного вопроса. Ребенок, по мере взросления, понимает, что ваша зона нейтральная, а у нее им нужно вести неестественным образом. Так что дайте ребенку вырасти в таком смысле. Цените роль матери и занимайтесь своей жизнью. Можно кратко вернуться к теме основного родителя? Можно кратко сказать о том, как таким образом делается предубеждение против отцов? Хорошо. Сначала детей отдавали матери просто потому, что было предпочтение матери. Потом это превратилось в доктрину нежного возраста. Маленькие дети отдавались матери. Потом суд сказал, мы работаем без допущений, и подменили на так называемого основного родителя. Суд говорит, она – основной родитель. Что это значит? Не существует дел, где установлено, что это определение означает. Хуже того, никто ничего не должен доказывать. Адвокат может встать и сказать, мой клиент – основной родитель, и сесть. В любом другом деле, если вы утверждаете что-то, вам нужно это подтвердить. Если вы говорите, мой клиент пострадал в аварии, потому что машина ехала 55 миль в час, вы не можете просто сесть. Вы вызываете документы инженера-эксперта, которые докажут, что удары, деформация металла и все остальное. Так что мы думаем, что 55 миль в час. А эти просто говорят – основной родитель… нет никаких доказательств, что фраза «основной родитель» вообще что-либо значит. Это склоняет суд против отцов? Абсолютно. Получается предубеждение – обычно против отцов. Судебное правило основного родителя, если можно так назвать, создаёт огромное предубеждение против отцов. В тех ситуациях, когда отец обеспечивал семью, а мать сидела дома. Смешно, что мать может быть в прадедчестве весь день, а дети в игровой комнате. Никакого общения нет вообще. Одни из самых эмоционально сложных случаев для меня – это матери, которые работали, банкир, адвокат, неважно. И они договорились, что отец остаётся дома. Или работает из дома и смотрит за детьми. Потом развод. Вдруг мать говорит – я не должна была, я не должна была быть банкиром, адвокатом. Я потеряю детей. Эмоциональный приступ у них – ошеломляющий. И мне трудно с этим справляться, потому что у меня нет для них быстрого ответа. Меня тянет их просто обнять, но это запрещено. Я могу подскочить к мужчине и обнять, но не обнять женщине и сказать – всё наладится. Мы говорили – мужские группы, такие как отцы за правосудие, что они делают и почему? И какое ваше мнение об их влиянии? Я с ними почти не связан из-за нехватки времени с группами и движениями. Десять лет назад занимался несколько лет. Не знаю, какое влияние оказали группы за совместное родительство, группы за права дедушек и бабушек, за права отцов. Какое-то оказывают, и это хорошо. Как уже говорил, похожий у мужчин не получается правильно организовываться. Одна из причин, и коллеги это подтверждают – отцы, которые настаивают на равном времени с детьми, обычно из среднего и низшего класса. В какой-то причине обеспеченные капиталисты высшего класса не настаивают на этом. Редко настаивают. Моё мнение – два момента. Либо они слишком заняты, либо не хотят признавать, что такая проблема есть, не хотят бороться за это. Здесь что-то такое… Мне нужно глубже изучить вопрос, прежде чем давать более глубокие комментарии. Интересно. Позвольте, продолжу. В результате нет финансирования. Мои клиенты не могут пожертвовать пять тысяч организаций помощи детям. На женской стороне множество денег – от правительства, от обеспеченных женщин, которые, в некотором смысле, часть сестринства. И это хорошо. Когда ко мне приходят и просят денег на убежище для женщин, я говорю – я дам много денег, если половину из них вы отдадите на мужское убежище. А они говорят – во-первых, мужчин не избивают. Я говорю – всего доброго. Не углубляюсь, так как столько доказательств, что это неправда, но… Ложные обвинения. О, вам стоило прийти вчера. Покажу вам кое-что. Ложные обвинения в сексуальном насилии. Главный фокус фильма. Насколько это влияет? Ложные обвинения в сексуальном насилии. Получится длиннее, чем вы думаете? Я попытаюсь сократить. Когда действовала доктрина нежного возраста или предпочтение матери, было немного обвинений в сексуальном насилии. Женщинам не нужно было этого делать. Они знали, что получат детей. Отцы тоже это знали. Это было в 60-е, 70-е и 80-е, когда суд стал чаще смотреть с позиции интересов ребенка, и женщина не получала ребенка автоматически. Вот тогда начались ложные обвинения. Также началось то, что детский психиатр Ричард Гарднер назвал синдромом отчуждения родителя. Женщины начали делать это, иногда мужчины это делают, чтобы получить детей. Для мужчины нет ничего хуже, чем быть обвиненным в сексуальном насилии над ребенком. Буквально на прошлой неделе пришел очень эмоциональный клиент, его бывшая просто уехала с 4-летним ребенком в женское убежище. Он не знал, где они. Ему пришел документ из суда, без показаний под присягой. Ничего не сказано, почему ей нужна была защита. Обычно требуется показания под присягой. Мы пошли в суд, никаких обвинений против него нет. Она приходит в суд, там мой коллега. Она видит отца ребенка, моего клиента, с адвокатом, уходит, возвращается к статистическим советником. Чтобы получить советника, необходимо обвинение в насилии. Недостаточно быть просто малообеспеченной. Второй критерий – необходимо наличие насилия или риска насилия. А что статистика насилия взлетела, наверное. Советник звонит в тот же день и говорит. Мой клиент заявляет, что сын сказал, отец заставил целовать его пенис. Мой клиент очень эмоционален. Он просто обмер от шока. И все настолько очевидно. А в суде коллега сказал, шерифы были по всему залу. Женщина решила получить этого ребенка и получить бесплатного адвоката, когда денег у нее нет. Соврала о сексуальном насилии. Пошла к шерифу и притворилась, что боится за свою жизнь. Полиция пришла и проверила даже его сумку. Обычно такого не бывает. И ушла в убежище, никто не знает куда. Все это безо всяких подобных предысторий. И никогда не давала показания под присягу. У них всегда есть какая-то отмазка, почему не надо принимать присягу, так как иначе можно ее будет обвинить во лжи. Вчера он пошел и прошел полиграф. Я всегда заставляю в таких случаях. Как все пойдет, никто не знает. Мое мнение? Таких детей суд должен забирать у матери и отдавать отцу. У любой женщины, способной пойти на такое. Такое иногда случается. Обычно суд говорит, ай-яй-яй, не делай так больше. Как стыдно. Ты ужасно поступила, но мы скажем, что ты была в стрессе и все такое. Мужчине такого не говорят. Если бы отец сказал юристам, мой сын сказал, его мать заставляет заниматься оральным сексом каждый день, и потом доказали, что это ложь, потом было бы уголовное дело против него в какой-нибудь статье. Можете в общих словах рассказать, как это создало предвзятость против мужчин в суде? Я не уверен, что создало. Ножное обвинение в сексуальном насилии? Подведите итог, сказанному по теме. Давайте иначе скажу. Возможно, так будет лучше. Одна из сложных вещей, когда я советую недавно разведенному отцу, которому бывшая говорит, ребенка можешь видеть только днем по следам. Может ли он оставить ребенка у себя на пару дней? Нет, по закону вы не можете. Любой родитель может требовать другого. Нет, можешь, да, можешь. Когда женщина устанавливает правила, нет, ребенка ты не увидишь. Судья почему-то считает, что это ее право. Когда я консультирую мужчину, я забрал ребенка днем, мать требует его обратно завтра утром. А мы договаривались о трехдневных поездках. Я ему скажу – оставь ребенка себе на три дня. Моему клиенту влетит от суди на то, что он нерационален, несерьезен, создает проблемы, ля-ля-ля, и все эти эпитеты прилетят ему. Я за всю жизнь не слышал, чтобы хоть одно такое слово было обращено к женщине, которая единолично, беспричинно, только из личных предпочтений решает, какое будет родительское расписание. И из-за этого моим клиентам приходится идти в суд. Расскажите о продолжительности процесса, как он может удлиняться произвольными требованиями сторон. Задержки в системе идут из двух источников. Первый – сама система. Например, когда начинается дело, нужно дождаться конференции по делу. То есть нужно сесть с судьей и объяснить, чего вы хотите. Пока этого не случится, ничего не будет. А она будет через месяц-полтора. А дело срочное. Это затрудняет процессы, вызывает задержки. Второй источник, хотя его преувеличивают, это адвокат, намеренно затягивающий дело. Очень тяжело, когда адвокат самостоятельный, помощников нет, календарь забитый. Я, например, готов прийти в суд на следующей неделе, а у другого адвоката сейчас суд. Или он в отпуске, или еще где. Всегда пытаешься подстраиваться. Я обычно готов в чем-то уступить, но в конце концов настаиваю, и, несмотря на крики и ругань, адвокаты приходят. Я вернусь к ложным обвинениям. Когда бывшая обвиняет в сексуальном насилии, какой эффект это оказывает на недопущение отца? Эмоциональный эффект у отца и продолжительность. Где есть обвинения в насилии, физическом или сексуальном, суды занимают позицию, возможно, это правда. И я понимаю это. И, может быть, это правильно. Они говорят – сэр, уверенно, вам будет очень тяжело, но следующие икс недель или месяцев вы не будете видеть ребенка. Нужно сделать то-то и то-то. Проблема в том, что эти вещи часто нельзя сделать достаточно быстро, и эти мужчины проходят через ад. Но мы фокусируемся не на том человеке здесь. Отцы проходят через ад, но на настоящее время приносятся детям. Что происходит, как в моем предыдущем примере? У нас четырехлетний мальчик, который ночует с матерью в женском убежище. Кто знает, кто там еще есть? Там могут быть женщины, которые там тоже по наружку, а могут быть и всерьез, кто на самом деле пострадал. И они будут рассказывать ужасные истории. Вдруг ребенок смотрит на своего отца как на риск, опасность. С папой видеться нельзя. Почему? Риск. А потом с ним разговаривает врач. Он целовал твой пенис? Ух ты! Вот что происходит. А отца он не видит. Вот где идет вред. Как ребенок это воспринимает? Спасибо. У вас были ситуации, когда отцам приходилось сдаваться, потому что не было денег? Расскажите об этом. Цена может быть ужасной. Я клиентам говорю, что даже угадать нельзя, поскольку многое зависит от того, что будет делать другая сторона. Это очень, очень дорого. Простое слушание, если вы хотите получить ордер, что можете видеть с ребенком, ребенок может видеться с вами. Можно потратить 3-5 тысяч, просто чтобы подготовиться к слушанию. Не у всех людей есть такие деньги. Родители влезают в сбережения. Если нужно настоящее судебное заседание, может быть от 30 до 80 тысяч за две недели, смотря какие эксперты нужны. А если вы проиграете или не получите того, что хотели, то на вас падают судебные издержки – самый разорительный аспект всей системы. Когда отец резонно считает, что в интересах его ребенка проводить больше времени с ним, а против него контролирующая мать, которая может быть с расстройствами, как я уже сказал, идет в суд и не получает, чего хотел. Система говорит, проигравший может, то есть это на усмотрение, быть принужден оплатить издержки выигравшему. А это может быть… У меня за последние три года было два клиента, которые обанкротились из-за этого. Обанкротились, и тогда никто не выигрывает. И виноваты в этом судьи. Очень. Нельзя наказывать родителя, который резонно пытается добиться через суд того, что, по их мнению, хорошо ребенку. Это не то же самое, что судиться с кем-то за просрочку платежа по контракту на неделю. Вы либо неправы, либо мстительны. Так что это может быть очень дорого. Я иногда тренирую людей, как судиться самостоятельно. Некоторые приходят и говорят, я не могу себе этого позволить. Еще одна серьезная проблема в системе – родитель, которому это не запрещено прямо, может переехать с ребенком в другой конец страны, или на север, на том основании, что ему здесь просто не нравится или хочет другую работу. И все. Должен быть закон, часть брачного контракта, или закон о детях. Родитель не имеет права без решения суда увозить ребенка от другого родителя. Точка. Мой последний вопрос задумаю. Хотите добавить что-то важное, на ваш взгляд? Нет. Нет. Я отстрелялся. Отлично, спасибо. 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 Продолжение следует... 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 My Basset. I always manage to chew on the better books when I have them at the house. I don't know where I can find this. Many of the world's best minds and artists have made the statement in different ways. Dante in The Inferno talks about the midlife crisis this way. Midlife...I'm sorry, I'll start again. Midway in life's journey I found myself in a dark wood, having lost the way. But where is his great quote? I probably can't find it now. It's a bit well helpful. It's really helpful as a transition. ... I don't know what to do. ... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...